Ну что, дорогие друзья, спасибо проекту Академиум и всем, кто это организовывает. Елизавете Солонченко отдельный поклон. Я могу сказать, что перед Новым годом иметь возможность выступить в любимом городе, перед земляками, перед учениками. Здесь много знакомых лиц. Привет, ребята, спасибо, что пришли. Ну это особое счастье для учителя, для человека, рожденного в Нижнем. И я счастлива, что ведется прямая трансляция через Фейсбук, потому что совсем недавно, когда мы делали лекцию «Делайте лишнее», я посмотрела более 10 тысяч благодаря Фейсбуку, благодаря прямому эфиру, благодаря тому, что можно было потом вернуться и посмотреть видеозапись. Так что нас здесь очень много, здесь в зале 200 человек. И еще, я надеюсь, очень много, кто нас смотрит по Фейсбуку. Спасибо вам. И мы начинаем. Меня зовут Нина Зверева. И я всегда начинаю любую свою лекцию, выступление, тренинг с того, что немножко рассказываю о себе. Здесь в Нижнем меня хорошо знают. Но для тех, кто не знает, я напомню свою историю, именно Нижегородскую. И сегодня я поменяла полностью все свои привычные слайды, потому что в родном городе как-то мне хотелось представить себя чуть по-другому. Вот, прошу показать первую фотографию. И вот здесь мне 8 лет. Папа у меня отличный фотограф, мне повезло. Настоящее счастливое детство. Почему именно это у из детства? Потому что именно в этом возрасте меня пригласили на Горьковское телевидение в качестве ведущей детских программ. И я попала сразу в дружную, веселую, креативную кампанию под названием «Редакция факел» Горьковского телевидения. Для тех, кто не знает, я могу сказать, что тогда наша команда КВН из города Горького была лучшей в стране. И это не просто так. Это вот с участием как раз этих телевизионных, креативных, веселых людей. Лучшая в стране команда КВН. Круто. Ну и телевидение тоже было лучшим. А для нас, кто выступал по телевидению, было невероятное время, потому что кроме нашего местного канала не было никакого другого. Сейчас сколько у нас? 500. На каждом спутнике. А тогда не было. Центральное телевидение до нас не доходило. В том далеком 59-м году прошлого века. И вот мои учителя. Следующий слайд. Ранеда Александровна Шабарова, которая организовала «Факел». Великий Михаил Робертович Мараш. Собственно, он и нашел меня, и привел меня на телевидение. И Владимир Сергеевич Близнецов, мой учитель, который научил меня любить слово, редактировать тексты. Это мои учителя. Двое мужчин. Как-то у нас так устроено, что мужчины уходят раньше. Они ушли очень рано друг за другом. Близнецов сделал программу для Мараша через год после его смерти. И умер через несколько дней. Сделал программу о своем друге и ушел. До 60. Не дотянули 59 лет. А Ранед Александровна со мной всю жизнь. Она вторая мама. Она взяла меня на телевидение, когда это было довольно трудно, я скажу вам, попасть. Труднее, чем сейчас. Она здесь. Здесь. Просил меня ничего себе не говорить. Поприветствую мою телевизионную маму. Ранед Александровна, я нарушаю договоренность. Поднимитесь, пожалуйста, покажитесь. Вот это моя учительность. Если вы не Ранед Александровна, не знаю, как сложилась бы моя жизнь. Ну вот, пожалуйста, следующий слайд. Это мое возвращение на телевидение. Они меня очень любили. И Близнецов, и Мараш, и Шабаров, и все, редакции «Факел». Но как только я вошла в детский возраст гадкого утенка, знаете, 12 лет, меня как-то резко разлюбили. Там появилась другая девочка. Как полагается, я ночами мечтала ее убить. У нее была такая походка, как у Оли Рыхлова. И, в принципе, и внешность такая же. И модельная такая она была вся. А я такая вся мальчишеская. В общем, я думала, что все. Все двери для меня закрыты. На телевидение больше не поду никогда. Но в нашей семье так случилось. Нашлись письма Блока Александра Александровича Блока, великого русского поэта. Он дружил с моей двоюродной бабушкой. И по этому поводу, когда в литературной газете вышла эта статья 23 письма Блока к Зверевой. Зоя Владимировна Зверевой. Вот она слева, он справа. Как потом блоковеды говорили, это единственный случай, когда был не принятый между мужчиной и женщиной роман. А такой, я бы сказала, революционный роман. Благодаря Зои Зверевой Блок помогал политическим ссыльным и заключенным. Это очень интересная история. Сама могу рассказать ее долго, но у нас сегодня немножко другая тема. И когда нашлись эти письма Блока и опубликовалась статья в Литгазете, меня пригласили на телевидение. Я уже была беременна первым ребенком. Я очень долго собиралась, надевала любимую мамину кофточку. А дальше, когда я пришла в это желтое здание на улице Белинского, это вот как, знаете, когда деревья были большими. Мне все показалось очень маленьким. И студия, и коридор. И ноги были ватные. Когда я входила в редакцию «Факел», зашла, подумала, узнает, не узнает. Меня как-то они так тихо подвинули из эфира, когда у меня было 12. А в это время у меня было 18. И когда я вошла, на меня все посмотрели. Мараш Зарал, да это ж наша Нинка. Меня доверили написать самой сценарий. Меня привели в мою любимую студию, посадили перед камерами. И так я осталась в телевидении очень и очень надолго. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это, здесь уже у меня лет 35-40. Любимая точка, где мы с Михаилом Сладковым отсюда делали стендапы для российского телевидения. Была субкором российского телевидения. И субкором программы «Взгляд». И вот это самая любимая картинка, самое любимое место в Нижнем Новгороде. Где бы ни падал свет, какое бы ни было время года, мы приезжали туда на откос. Миша говорил мне, каким боком развернуться к камере, чтобы был виден наш Нижегородский Кремль. И мы прославляли наш город, нашу землю и наших земляков. Следующий слайд, пожалуйста. А это счастье моей жизни. Это, конечно, качество плохое, но это не в этом дело. Я могу вам сказать секрет. В этой комнате 20 квадратных метров, а вокруг меня 25 моих учеников. Был маленький-маленький офис Корреспондентского бюро российского телевидения на улице Богородского. И я набрала первую школу в 92-м году. И вот все люди, которые вокруг меня, они все состоялись. Все настоящие звезды. Лешка Семенов сейчас человек года в Украине, где он вообще знаменитый продюсер. И здесь и центральное телевидение, и федеральные каналы, и люди вам хорошо известные на Горьковской, на Нижегородской земле. Вот моя школа. И вот в этот момент уже, видите, я там что-то говорю, они все мне помогают. Мы такой вели прямой эфир тоже для самих себя. В этот момент я поняла, что, наверное, из двух профессий, телеведущая и учитель, вторая, наверное, мне ближе. Так я стала учителем. Поехали дальше. И это вот два моих тефи. Здесь они какого-то странного цвета. Такого серо-коричневого, да? В 98-м году мы получили тефи вместе с учениками. Я считаю, двойной. Сначала вырастить учеников, потом получить с ними тефи. И пять лет назад, в декабре 2013 года, я получила свой второй тефи за личный вклад в историю отечественного телевидения. Но обычно, когда такую награду вручают, человеку уже надо думать. Ну, тут, видите, еще как-то впереди много чего. Поехали дальше. И это вот три ордена. У меня три ордена ордена. Нет, три ордена. На самом деле, если точно говорить, два ордена и одна медаль. Но эту фотографию я взяла, потому что здесь рядом Михаил Сладков. Для меня Нижний Новгород, этот откос, стрелка, Волга, это еще и Миша Сладков, мой любимый друг, партнер, оператор, с которым мы работали. Здесь впервые он в кадре поздравляет меня с очередной правительственной наградой. Я так их и не надевала ни разу, кроме как вот в этот день. Потом попросила мужа, он тоже здесь, попросила сделать специальную штучку со стеклом, чтобы внуки хотя бы видели, какие у меня ордена. Потому что когда я, меня иногда просят, ну, здесь Славянский, Соголовский, не, ну почему Кино Шертина, надеваю, сразу напоминаю себе доярку на съезде партии. Когда на пиджачок их надеваю, как. Но я очень уважаю, мне нравится, что у меня есть вот еще и такое отличие на этой земле, уже есть. И дальше следующий слайд. Это книги. Их много, как видите, и в будущем году их станет на две больше. По заказу издательства Мананов Фербер я написала, наконец, книгу о семье. Ох, как трудно она мне далась. Семья что надо называется. Это вообще, ну, как бы так сказать, семейная Библия, что ли. И книгу «Встань и скажи. Тренажер в личном выступлении». Собственно, как раз то, чем мы сейчас занимаемся. Это вот тут разные книги. В том числе и книга, которая, видите, называется, как сегодняшнее наше выступление «Без волнения». Сразу могу сказать, что название неправильное, ни книги, ни лекции. Ну, чтобы вы не думали, что может быть хорошее выступление без волнения. Оно не может быть. И я сейчас очень волнуюсь. Вся задача в том, как справиться с этим волнением. Вот сегодня об этом поговорим. Чуть подробнее, если останется время после моей биографии знаменитой. Поехали дальше. Вот, видите, это опять я. У нас все началось по кругу. Это я к тому, что здесь у меня два годика, и я уже стою на табуреточке. Есть экстраверты, есть интроверты. И по оценке некоторых ученых, 70% людей испытывают непреодолимый страх публичных выступлений. Давайте проверим. Поднимите руки, кто боится публично выступать. Так и есть. И каждый раз во всех аудиториях так и есть 70%. Елизавета Игоревна. Наши социологи неправильные. Волноваться надо, а вот бояться, это такая несколько уже другая степень. Нет, конечно. Итак, экстраверты и интроверты. И очень легко их понять. Сейчас впереди много елок новогодних. Вот если ваш ребенок встает на табуреточку и его оттуда никак не снимешь, несмотря на то, что все стихи и песни он забыл, и он уже забрал все подарки от Деда Мороза и хочет выступать еще, а рядом другой ребенок у тех же родителей, который ни за что на свете на эту табуреточку залезать не хочет. И несмотря на то, что стихи и песни он знает гораздо лучше. Это ничего не сделаешь, это характер. Мы с этим рождаемся. Рождаемся. И часто люди, которые интроверты, считают, что нельзя научиться выступать публично, что так вот у них уже будет такой недостаток. Ну что-нибудь прочитают вслух в бумажке. Ну выучат наизусть. Ну телесуфлер сейчас есть. Ну вот еще какие-то штуки. А вот так, чтобы выйти и обратиться к публике, что у них это не получится никогда, что им это не дано. И я пришла сюда к вам сказать, что это вообще всего-навсего навык. Очень простой алгоритм. Вообще я не должна была бы этого говорить, чтобы все думали, что это очень сложно, что это вот а нам это. Нет. Друзья, все, кто просто делает несколько таких важных вещей, раз, два, три, и готовится правильно, у всех получается выступать. Ну а если это еще и набирается опыт, например, просто через толстый в кругу семьи, через выступление перед своими, например, перед учениками классов, которым учатся ваши дети, там много всяких вариантов, перед друзьями. Если набирается еще опыт, то точно все получится. Поэтому особой разницы нет. Наоборот, если говорить про меня как про учителя, я давно знаю, что интровертов учить легче и лучше и быстрее. Экстраверты сопротивляются. У них еще в детстве был большой успех на каждой переменке. И потом в институте успех был закреплен. И так они 20 лет подряд рассказывают одни и те же байки, шутки, удивляются, почему их вдруг не слушают. Иногда в мою студию в Москве вбегает человек, они сразу их видно, на ходу снимают, знаете, себя. Шубы, Нина Витальевна, я очень хорошо выступаю. Я лучше всех выступаю. Но в последнее время что-то меня перестали слушать. Это пришел экстраверт. И вот тут вот с ними уже приходится работать подольше. А в чем, собственно, проблема? Почему все-таки не каждый раз, даже когда вы подготовились, вас хорошо слушают? В чем проблема вообще с выступлениями? Следующий слайд покажите, уже не про меня, пожалуйста. Миш, сейчас будет слайд. Да, вот он. Вот 3000 информационных сообщений получает каждый из нас в течение одного дня. Так, если это подумать, 10 часов примерного бодрства, ему может быть 14, не знаю у кого как получается, у кого-то может быть и 18. Посмотрим тут на некоторых менеджеров. Но тем не менее, все равно очень много, если это разделить, то в час это 300 сообщений. И, конечно, нам столько не нужно. И сейчас все считается. Это хорошие данные из всяких гарвардских докладов, проверенные. И сколько нам из этих информационных сообщений нужно? Нам нужно всего 10%. 10% нам нужно, соответственно, 90% нам не нужно. 10% то, что делает нас эффективными, счастливыми или просто более эрудированными. Ну а 90% нам не нужно. Когда человек говорит то, что мы и так знаем, говорит то, что нам никак не интересно, говорит скучно или читает, мы, конечно, отключаемся. Представляете, на фоне 3000 сообщений, которые приходят извне, у нас в нашей голове 50 тысяч собственных мыслей. Сейчас, наверное, нейроны научились считать. Черниговскую, наверное, многие из вас смотрели. Там эти цифры есть. 50 тысяч собственных мыслей. Еще вот эта штука. Это и есть, в принципе, все наши информационные сообщения. Мы оттуда вынимаем, которые нам нужны. Мы можем убыстрить, мы можем заглянуть в финал, мы можем посмотреть СМС, мы можем посмотреть почту. А тут человек что-то говорит, и он просто не попадает в мой запрос. Все научились смотреть на любого оратора, все воспитанные люди, кивать, улыбаться и не слушать. В этот момент на своих лекциях я всегда говорю, хорошо, что нет такого аппарата, который бы, например, показывал оратору, слушают его или нет. Например, ушки раздвигались бы и сдвигались, если человек слушает. Был бы кошмар для тех, кто слушает, для тех, кто говорит. Что вы думаете, у меня недавно была девочка, которая сказала, что есть такой аппарат ненитальный. Принесла мне фотографию. В этой самой знаменитой долине, там, в Америке, сделали, надевают датчик сюда, на лоб, четко фиксируется, когда человек внимательно слушает и нет, и поднимаются, опускаются ушки. Слушайте, аппарат не пошел, его никто не стал заказывать, ни один человек, его просто экспериментально, его опробовали, но у меня-то как раз была такая отличница, у нее ушки все время торчат, а рядом у всех висят. И, в общем, это никому не нравилось, из их преподавателей в этом самом замечательном университете. Поэтому 10% нам нравится, 90% идет мимо. И это означает, что... Следующий слайд. Человек, когда говорит, он исключительно источник информационных сообщений. Эмоции, конечно, но все равно это каждый раз какие-то фразы законченные, завершенные. И когда человек говорит, он либо попадает вот в эти 10%, чего людям надо, либо не попадает, соответственно, вот здесь все нарисовано. Либо то попадает, то не попадает. Как устроена голова нашего слушателя? Вот смотрите, зеленый свет. Ну, здесь такой относительно зеленый, но все-таки зеленый свет мы слушаем, красный мы не слушаем, но внешне ничего не заметно. Тихо, спокойно, глаза на спикере, даже улыбка на губах. Но в это время мы думаем о своем. Если человек выступает перед влюбленной аудиторией, например, перед 10-м классом, я не завидую этому спикеру. Там тестостерон один, там никто никого не слушает. Там думают про девочку на первой парте или про мальчика на последней. Обычно такая рассадка. Да, бывает. Как же сделать так, чтобы нас слушали? Чтобы вот этот зеленый огонек был естественным, настоящим, чтобы человек сам составить, слушать нельзя. Человек либо включает, либо не включает. Вот этот вот зеленый огонек слушания сам. Как же сделать так, чтобы он его включал и не отрывался? Как? Ну, я могу вам сказать, что все-таки есть люди, которые, когда выходят говорить, мы их слушаем. И я сейчас покажу вам слайд. Это вот новое для тех, кто уже слушал мои лекции, там был на тренингах. Я все-таки тоже все время развиваюсь, ищу новое. Прошу сейчас показать слайд, в каких случаях все-таки люди слушают. Давайте поразбираемся с этим 10%. В каких случаях люди слушают? Смотрите. Мы всегда слушаем, когда говорят про меня. Про нас, да? Ну, когда нас оценивают, хвалят, ругают. Или я бы добавила не только про меня, но про все мое. Говорят про машину моей марки, которую собираюсь купить, говорят про детей. Это уж сразу у нас ушки на макушке, что называется. Причем, если наши детей критикуют, мы хотим, я не знаю, активно их защищать. Сами критикуем дома, но никому не дадим чужому это со стороны делать. Про мой дом, про мой город. Когда мы оказываемся за границей и вдруг слышим что-то про Нижний Новгород, то мы сразу во внимании, да? Хвалят, ругают. Про меня и про все мое. Это нам наиболее интересно. Человек вообще интереснее всего он сам. Поэтому не забывайте говорить приятные слова своим близким. Говорите про них хорошие слова. Знаете, не после смерти, а лучше при жизни. Говорят нужные мне вещи. А что мне нужно? Ну, надо знать, какая аудитория собралась и примерно понимать, нужно этой аудитории то, что вы будешь говорить, или не нужно. И я думаю, что лучше даже провести некое предварительное исследование. Собственно, люди собрались. Зачем? Хорошие спикеры, лекторы, они интересуются всегда организаторов, кто пришел, почему, зачем. Ну, и исследуются студенты, которые учатся, да? И вообще люди анкетируются или находишь таких же людей и спрашиваешь их мнение. Нужные мне вещи. Вот здесь важно попасть. Говорят что-то новое и удивительное. Ну, вообще это поразительно. Очень часто во время выступления люди говорят совсем не по теме. Их внимательно слушают, потому что это вообще, в принципе, что-то новое и удивительное. Ну, например, знаете ли вы, что у муравьев есть профессия? Кто знает, что у муравьев есть профессия? Нет? Ну, может, у меня источник этих сведений. Может, не поднимает даже руку, но... Вот каждый день мне рассказывают что-то такое новое и удивительное. Некоторые вещи я тут же запоминаю, потому что я знаю, что в процессе любой лекции людей надо чем-то таким вот удивить. Желательно, конечно, связать с темой лекции, но можно даже и не связывать. Мы все любознательны по природе, и мы сразу запоминаем, такие вот фишечки. Есть профессия у муравьев, оказывается, и рабочий, и охранщик, и менеджер, наверное, не знаю. Но вот это вот новое и удивительное. Очень интересно сейчас про устройство мозга, так как это тоже про нас. Почему Черниговскую так много с интересом слушают? Она еще выступает очень хорошо. Она рассказывает про устройство мозга. Мы же раньше не знали, как мы устроены. И когда она говорит, что, представляете, наш мозг устроен более сложным и совершенным образом, чем планета Земля. Ну, например, 10% информации, как я сказала, мы слушаем, усваиваем, потому что нам интересно. 90% нет. Но ужас в том, что 90% мы тоже усваиваем. Просто мы их откладываем в папочку спам, а с этой 10% информации работаем активно. Но даже если мы просто увидели какой-то идиотский билборд с каким-то там продающимися пентхаусами, которым никогда в жизни не понадобится, у вас все равно это где-то откладывается. И вдруг ночами какой-то дежавю, какие-то картинки. Представляете, как мы много всего усваиваем, лишнего. Но ничего нельзя с этим поделать. Меня развлекают весело, искренне, эмоционально. Вот почему я говорю любому своему ученику, что надо уметь шутить и публичным политикам, и лидерам, где бы они ни работали. Надо обязательно уметь шутить. Шутка, она всегда запоминается. И шутка – это витамин радости. И когда человек говорит искренне, эмоционально, то всегда его слушают. Вы знаете, что среди телевизионных профессионалов известно, что визит Жириновского на любое шоу поднимает рейтинг программы сразу на много-много пунктов. При этом никто толком не слушает, что он говорит. Само по себе явление Жириновского поднимает рейтинг на несколько пунктов. Мне несколько раз, когда я еще работала с журналистом, доводилось брать у него интервью. И для меня был полный шок. Интервью же мы расшифровываем, прежде чем взять что-то в эфир, записываем много, выдаем мало, все как полагается. И когда я расшифровала, я поняла, что началось утверждение, которое в конце выступления своего опрокинуло. Ну, например, партия ЛДПР против абортов. Ну, дальше, как это плохо, женщина, организм, тра-та-та, тур-ту-ту, финал. Вот почему мы за аборты. Ну, примерно так. Но никто не следит за этой логикой, потому что все смотрят, как он это говорит. И мы для себя должны понять, что вот этот элемент тоже очень важен. Ну, и, конечно, важен кто. Вам всегда важен, кто пришел. Иногда человек даже, может быть, и неудачно выступит, зато у вас будет впечатление из первых рук. Вы видели. И, конечно, в этом смысле продвижение так важно, да, и пиар так важен. Потому что без продвижения можно быть очень талантливым человеком, но тебя так никто и не узнает, и не услышит. А тебе все кругом говорят, когда ты ньюсмейкер, когда у тебя хорошая реклама. Ну, ведь это, знаете, иногда как иностранное печенье. Помните, в 90-е годы вдруг нам пришло иностранное печенье в красивых-красивых коробках, где так было все нарисовано, что хотел скупить, немедленно отдать последние деньги. Они были несъедобны, эти печенья, совершенно ужасно невкусные. Коробки оставались дома просто для хранения там любых вещей. Ну, вот это вот суметь продать тоже надо. И потом есть действительно люди, которые для нас авторитеты, и мы действительно хотим слушать. Итак, вот, если мы посмотрим на свою руку, посмотрите на свою руку, пожалуйста, все посмотрите на свою руку. У вас пять пальцев, да? Вот можно давить на одну кнопочку ля или на одну кнопочку ре. Вот на одну кнопочку. А можно брать аккорд пятью пальцами. Разница есть? Значит, хороший спикер что? Вот это все учитывает при подготовке. И на самом деле, это очень полезный слайд. Если вам надо где-то выставить публично, вы его откройте, сфотографируйте, откройте и подумайте, а что у меня будет веселое, а что я скажу этим людям про них самих, а как узнать, что им нужно от меня, да? Что я им расскажу такое новое, удивительное? Вот это очень, очень полезно. Но если говорить не про даже конкретные вещи, а про общий тренд, как говорить, чтобы вас слушали, как выступать так, чтобы минимизировать собственное волнение, то тренд звучит, ну, как всегда, я люблю триады, да? Ну, то есть не я люблю, это еще Цицерон открыл, что триады очень легко усвоить. А вот если четыре вещи, их усвоить труднее. Тренд звучит так, как надо говорить, чтобы вас слушали. Надо говорить коротко, потому что люди жалеют свое время, и вы должны его жалеть. Надо говорить весело, про шутку я уже говорила, и следующий пункт, понятно. А вот понятно, это самое, может быть, и трудное. Шутки тоже у нас как-то, знаете, у нас интересная ситуация. Мы очень любим смеяться и совсем не умеем смешить. Мы боимся смешить. Мы боимся, что не будут смеяться. И я сейчас, когда слушаю зарубежных спикеров, и ту же конференцию TED, я надеюсь, вы знаете этот ресурс, там же самые лучшие спикеры выступают, но ведь на самом-то деле они никакие не спикеры, это же простые люди, которые что-то совершили, что-то открыли, что-то узнали, о чем-то задумались. Но с помощью тренеров, таких как я, их выступления готовят, и они выступают так, что невозможно оторваться. Эти 15-20 минут продуманы, подготовлены, и это очень интересно. И там обязательно есть шутка. Даже есть такой принцип конференции TED. Заставьте нас плакать, заставьте нас смеяться. И шутка есть обязательно. Понятно это, чтобы было понятно 10-летнему ребенку или вашей маме. И в этом смысле очень полезно, если собираетесь выступить, потренироваться на разновозрастной аудитории. Тоже, кстати, один из принципов TED. Объясните то, что вы хотите сказать 10-летнему ребенку, и вы сразу начинаете искать другие слова. А понятно, это, как правило, очень простые слова, очень простые примеры. Ну вот, если говорить коротко, то мы даем знать людям, что мы понимаем, осознаем, что любое наше выступление оплачено временем тех людей, которые нас слушают. Если мы ценим время этих людей, значит, мы ценим этих людей. Люди-то ловят себя. Очень длинные бывают зачины, очень смешные, бывают штампы. Даже я сейчас вот могу вас посмешить. Давно уже не смеялись. У меня даже есть специальная заметка под названием штамп. Уважаемые коллеги, укрепление и развитие структуры требует от нас анализа существенных финансовых, административных и прочих условий. С другой стороны, районизация и место обучения кадров представляет собой интересный эксперимент проверки системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям, равным образом рамки места обучения кадров позволяют понять на все. А вот у меня тренер мой выступала в Райфайзенбанке. И она сказала, меня научили двум новым канцелярским словам. Первое. Приоритизировать задачи. И второе. Мы должны выполнить это верхнеуровне. Верхнеуровнево. Мы должны выполнить это верхнеуровнево. Да, еще Нина Витальевна. У них отделы называются хабы. Поэтому, когда собирается много людей на конференции, там говорят, давайте представимся похабно. Ну и наша команда единомышленников с радостью выполнит работы любой сложности в кратчайшие сроки. Это все штампы. Что такое штампы? Когда-то Раневская сказала, что первый мужчина, который сравнил женщину с розой, был поэтом, а второй циником. Потому что он использовал то, что придумал поэт. Штампами становятся слова от частого употребления, от частого повторения. Я вообще занимаюсь как, не знаю, кто у нас там с ветряными мельницами боролся. Вот примерно так же. Потому что я пытаюсь запретить слово коллеги. На просторах России, в офисах разных компаний и среди чиновников, и среди школьников, школы Сколково, студентов, взрослых людей уже. Потому что это слово коллега. Коллеги, 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 пойдем, коллеги, выйдем, коллеги, где туалет, коллеги, отметим командировки, коллеги. И так как самые важные вот эти слова, которые вначале звучат, сейчас я объясню, почему, а мы начинаем с уважаемых коллег, мы уже сразу даем людям сигнал, что это штамп. Вы знаете, когда я прошу подобрать обращение к людям, люди начинают задумываться, понимают, насколько это сложно, и вдруг осознают, что просто надо немножко подумать, подготовиться и ответить на вопрос, а кто для тебя эти люди? Мне сегодня очень просто, земляки. Это очень от души и правда. Это то, что нас с вами объединяет навсегда. Но иногда это бывает трудно. Но если вы не находите это слово, лучше сказать добрый день или здравствуйте, но не говорите слово, которое уже не работает. Слово коллеги не работает. И когда мы хотим сказать коротко, мы начинаем искать только точные слова, только те слова, которые работают. Когда мы говорим весело, мы даем людям сигнал, что мы живые. И с витамином радости гораздо легче все воспринимается. Когда мы говорим понятно, людям не только легко нас слушать, но нас легко пересказать. Есть слайд, который я не писала, но который я хочу с фразой, чтобы вы запомнили, что вообще главное не сказать, а главное запомниться. И весь мой алгоритм, как поступать без волнения, он весь сделан именно так. Надо не просто сказать, надо запомнить, то есть надо стараться сделать так, чтобы было, что запомнить. Вот удивительная вещь, сейчас, например, модно какие-то вещи важные просто почаще повторять. Люди, кстати, очень спокойно к этому относятся. По Евроньюз одни и те же хорошие сюжеты крутятся по цепочке, это никого не раздражает. Точно так же хорошие речи, какие-то хорошие важные фразы, моменты, когда вы повторяете, люди что? Люди запоминают, а нам надо что? Нам надо запомниться. Ну, вернемся мы к этой головке нашего слушателя, и я могу сказать хорошую новость для вас. Все как-то у нас были трудные вещи, да? Хорошая новость состоит в том, что зеленый свет всегда горит в самом начале, всегда. Люди устроены очень доброжелательно по природе своей, а еще, вы знаете, они всегда радуются, что это вы тут вышли, а не они. Поэтому они вам уже благодарны. И вот, когда вы выходите говорить, выступать, на вас смотрят с интересом, с ожиданием чуда, вас готовы слушать, но это все продолжается не очень долго, да? Люди довольно быстро определяются, интересный вышел спикер или нет. Через сколько времени, в течение какого времени люди определяются со спикером? Интересно им будет или нет? Сколько проходит времени, пока люди определяются? Не 15 секунд и не минута. Минута, кстати, была во времена Черчилля. Какие такие семь минут, Дим? Дима, это вас из уважения, слушают ваши сотрудники. А тема? Потому что не бывает никаких семь минут. За семь минут уже сейчас можно огромную речь сказать за семь минут. Коротко, весело и понятно. Нет, ребята, в самом начале определяются, то есть вас, может быть, готовы слушать семь минут, если вы сделаете правильное начало, то сделайте это быстро. В течение какого времени люди определяются? Даже меньше, чем вы говорите. 30, 20, 11 из моих книг кто-то читал, молодцы, конечно, но время-то идет, вот, книги тоже устаревают. Не книги, я надеюсь, а данные в них. Потому что 11 секунд это был счетчик на Ютубе три года назад. А сейчас я только что учила топ-менеджеров в Ростелекоме, и они мне прямо из первых рук сообщили, что все, они инвентальны. Уже не 11 секунд, а 8 секунд. Счетчик на Ютубе, то есть человечество переключает видео на Ютубе с такой скоростью, мы очень быстро понимаем, будем смотреть, не будем. Нужный нам канал мы включили или нет. Что можно сделать за 8 секунд, чтобы дать людям сигнал, что с нами будет интересно. Ребята, не уходите никуда, здесь будет хорошо, весело, интересно, и коротко, и понятно. Что можно сделать за 8 секунд? Боже мой! И в этом случае, когда у меня есть время, я даю людям попробовать за 8 секунд зацепить наше внимание. И даже однажды сделал очень жесткий эксперимент с Росатомом. Они меня любят, я их тоже люблю, поэтому я решила с ними экспериментировать. Я поиграла, как в шоу «Голос», закрытые прослушивания. Молодые ребята из Росатома, инноваторы, они выходили по одному, а другие крутились на крутящихся стульях. От них 100 человек отворачивалось, они должны были начать так интересно рассказывать свою историю, что если интересно, люди поворачиваются. Эксперимент был жесткий, потому что эти ребята, физики, они не очень эмпатией обладают. Им сказали, поворачиваться, если интересно, значит, поворачиваться, если интересно. У меня уже выступал седьмой спикер, чуть не плакал, никто к никому не повернулся. Я не выдержала и сказала, ну-ка давайте все разворачиваемся. Говорит, что, ребят, ну что ж, ну подержите свои. Ну вы сказали, я говорю, так, теперь делаем другой вывод. Как это трудно. А трудно, потому что очень много сразу каких-то общих вступительных слов. Мы все учились в школе писать сочинения с больших вступлений. Сейчас надо все эти вступления убирать. Ну, это значение Пушкина в истории русской литературы. Пушкин наш, и все, он родился, пригодился, написал, там был. А потом героиня Романа Евгения Онегина, Татьяна, ждала принца. Начинать выступать сейчас надо героиня Романа Евгения Онегина, Татьяна, ждала принца. Начинать надо с этого без вступлений. И тогда все получится. Получится, если вы начнете просто со слова однажды. И вы ходите выступать, и здравствуйте. Я не назоверю, однажды, это было 66 лет тому назад, в роддоме номер один здесь, в городе Горьком, ныне Нижнем, в Новгороде. Приделась девочка, пока папа бегал за шоколадкой. Они готовились к долгим родам, которые были с моим братом старшим. И вот пока он до площади свободы добежал, я уже родилась. И мама говорит, что это определило всю мою дальнейшую жизнь, что я всегда была очень быстрой. Очень много хлопот родителям не доставляло, к счастью. Что можно сделать за 8 секунд, показано на следующем слайде. И рассказать историю, пошутить, вступить в общение, шокировать, сообщить свежую новость. А вот слова, которые могут вам помочь. Если вы ходите на сцену и говорите, фотографируйте, конечно, фотографируйте, используйте, и пробуйте. Прямо сейчас, когда надо новогодний тост сказать. Вот это все очень подходит. Это все работает. Ну и кроме того, что мы начали живо, быстро, интересно, мы должны еще и помнить, что существует драматургия в любом выступлении. И у меня есть такой слайд, я очень его люблю, потому что ученики любят и запоминают легко. Вот то, что запоминается, значит, хорошо работает. Называется он «Правила светофора». Кивают уже те, кто у меня учился, мне это приятно. И каждый раз, когда выступаете, надо не забывать начать с того, что все-таки напомнить, как вас зовут, потому что мы зря думаем, что прямо все-все знают. Всегда надо представиться, напомнить, как вас зовут. Дальше найти свое обращение к людям, обязательно сказать им комплимент, поприветствовать их, дальше сообщить, что здесь будет, какой формат, сколько времени вы отнимете их и, собственно, что дадите взамен. А вот дальше-то у нас и вступает тот самый, ну что после зеленого сигнала светофора, когда вы ведете машину, Дима, какой свет дальше? Отлично. Ну вы рядом с водителем сидите, видите, вот зеленый, а потом какой? Да ладно. Он неправильный для меня человек. Так, Ольга, желтенький, вот умница, вот желтенький обычно. Он же, понимаешь, он же... Вот обычно так мы делаем презентации, так мы делаем выступления. Мы поздоровались, представились, сказали, кто мы и зачем, а потом начинаем желтый сигнал ни туда, ни сюда, так притормаживаем, стоим. И вот с нами все стоят. А люди не могут, они сразу переходят свои. Сколько там мыслей в голове? Кто помнит? 50 тысяч. Они туда сразу ныряют. Вообще, надо современному спикеру быть гаджетом, угадывать, что хочет аудитория, иначе она сама нырнет в гаджет. Да, Дима, красный свет должен быть. Вы совершенно правы. Надо сразу после зеленого, такого бодрого и веселого, включать красный свет и не позволить никому пройти мимо проблемы, показав ее весь рост, что будет, если не будет того, что вы хотите предложить в своей презентации. Надо уметь, ну как, грубо говоря сказать, продать свою идею, сначала зацепив всех. И я вижу, как это делают сейчас грамотно очень многие спикеры, ну и в том числе и мои ученики, понимая, что да, надо постараться, надо придумать. Для меня, кстати, когда я веду тренинги, этим красным светом как раз становится то, что я сейчас вам рассказала, как трудно это, что невозможно ли, наступила эра полного неслушания, когда я прошу поднять руки, кто умеет смотреть на спикеры и не слушать его. Ну поднимите руки, кто умеет спокойно смотреть на человека и не слушать. Ну все умеют, да. Вот после этого как-то очень страшно, да. Ну вот сначала надо испугать, а потом уже, а потом желтый свет. И это уже мясо презентации, это уже когда вы рассказываете, что надо делать, чтобы вас слушали, но если это про меня говорить, да. Желтый и финал у нас обязательно зеленый. Вот такой светофор, и он прекрасно работает. Кто вы? Кто для вас эти люди? Ищем обращение, да. Комплимент людям, они это любят, это правильно, это по-человечески правильно. Потом сообщить, что здесь будет сколько времени, а потом сразу привлечь внимание к теме своего сообщения. Я могу вам сказать, что неправильно думать, что красный сигнал всегда плохо. Если вы лидер, у вас команда, у вас предновогоднее такое отчетное собрание, если вы начнете, что друзья, мы с вами говорили, что в этом году бонусов не будет, так вот бонусы будут, это тоже красный сигнал светофора. Только положительный, позитивный. А если это вы говорите, что если мы сейчас не сделаем какую-то одну штуку, то наша компания разорится, это вот такой сигнал по-настоящему красный, сигнал опасности. Эту фразу, этот переход, этот слайд, эту картинку надо уметь найти и подать. И иногда бывают удивительные вещи. Я вообще очень люблю картинки, потому что вы любите картинки, люди любят картинки. Что получается, когда мы включаем веселые картинки такие? Сейчас же как комиксы, презентации должны быть сделаны. Надо понимать, что презентатор – это книга, а иллюстрация – это его слайды. И когда слайды возникают сложные-сложные, где там полно-полно всяких цифр, их никто не будет смотреть. Людям не только нельзя приказать слушать, им нельзя приказать смотреть, им вообще ничего нельзя приказать. Они сами решают. Поэтому хороший спикер должен понимать, что вот я и вот мои слайды. Если вам интересно, посмотрите, как делал Стив Джобс еще в 2010 году. Как он ходил по сцене, за ним загорались эти волшебные картинки, когда он там презентовал свою новую продукцию. И это выглядит, с нашей точки зрения, сейчас очень современно, а тогда это было новатерство. Безусловно. Ну и, конечно, очень важен финал. Финал всегда должен будешь живлять. Финал всегда должен быть на эмоциональной высокой ноте. И я сейчас заканчиваю вот уже свою лекцию. Могу сказать, что если запомнить, что начало должно быть быстрым и лучше с историей, с шутки или с интерактива, если помнить, что вы, если хотите людям сказать какие-то важные вещи или показать какие-то важные слайды, то они всегда должны быть основаны на принципе трех, на принципе триады. Четвертый не запоминается никогда. Вот так устроен мир. Ребенок идет в магазин, говоришь, купите соль, спички, сахар. Если вдогонку сказать подсолнечное масло, он будет звонить, что мама купить. А три запомнит как стих. Учиться, учиться и учиться. Пришел, увидел, победил. Огромное количество слоганов все основаны на триадах. Триада, это надо точно запомнить. Если большой доклад, его надо делить на три раздела и в каждом по три пункта. Итак, триада. Драматургия. То есть обязательно красный свет зажечь. Обязательно шутку приготовить. И наше все коротко, весело, понятно. Ну вот, собственно, сейчас я посмотрю. Точно, 45 минут, как собирался. Так наметили, так чуть-чуть чего-то такое откусили, капельку надкусили. Конечно, лекция – это хорошо, но я-то знаю, что эффективность лекции всего 5%. 5% всего. Потому что, конечно, тренинги, которые я так люблю, это возможность каждый этот пункт отрабатывать на практике. Вот выходим, пытаемся делать яркое начало. Выходим и свою сложную мысль пытаемся уложить в короткую простую фразу. Вот выходим и используем правила светофора. И если люди приезжают на открытые тренинги в Москве, то выходят они совсем другие. Это мое счастье. Вот каждая группа делает свою группу, заканчивая тренинги. И вот сегодня мне пришло такое, наверное, с этим и закончу, пришло такое письмо. Инвентально я сделал это. И мне хлопал, аплодировал генеральный директор. Но я репетировал, не как вы сказали, три раза. Я репетировал семь раз. Усадил всю семью. Я репетировал долго и много. Когда вышел на сцену, испугался, потому что дрожали коленки. Но коленки дрожать, мои дорогие, должны. И сердце биться часто должно. Наша задача поймать этот адреналин, это волнение и превратить его в кураж. И если мы готовы, если мы подготовились, если мы знаем, что мы хотим сказать, если мы знаем, почему этим людям это нужно, почему им это будет по-настоящему интересно, то успокойтесь во время вступления. А если вы вообще не волнуетесь, то вы никому не нужны. Вот это удивительно. Это волнение, как и все в этой жизни, в меру и в балансе. Вот оно, волнение, оно не просто так приходит. Оно помогает сконцентрировать мысли и зажигает ваши глаза. И это возникает та энергетика, которая передается людям. Поэтому, строго говоря, выступления без волнения не бывает и не должно быть. Но бывает такое волнение, которое захлестывает, которое мешает. И, ну, с ним можно справиться. Я думаю, у вас будут вопросы, я отвечу, наверное, на ваши вопросы и про новогодние тосты, и про волнение, которое, если оно уж лишку мешает. А сейчас разрешите закончить, так сказать, по сути, мы все сказали. Поэтому, спасибо вам за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Да, мы сразу начнем с вопросов. От проекта Академиум вопрос. Как правильно говорить новогодние тосты все-таки? Уже через три дня праздновать? Да. С чего начать? А корпоративы так ищут раньше. Так уже? Да, уже. Так ведь уже. Так, сейчас я в заметках найду. Тут я приготовила одну штуку. Давайте три способа расскажу новогодних тостов. Ладно? Хватит? Достаточно? Потому что вообще-то их еще больше, конечно, на самом деле. Первый способ сказать новогодний тост это как раз те самые адресные комплименты. Но они бы действительно адресные. Не просто как хорошо мне в этой компании, как хорошо мне с этими людьми и там всех люблю. Нет. Подумайте, ведь это прошел год. Это же всегда какой-то итог года. Что было за этот год связано с этим человеком или с этой компанией? Смотря, кем вы встречаетесь. Это может быть большая компания друзей. С Новым годом, да? Это может быть маленькая, тесная компания. Но людям очень важно про себя. Просто запомните это навсегда. Скажите людям про них. И, конечно, хорошо, если это будет история. А помнишь, вот это даже не обязательно про этот год. Например, я знаю, что наши родители, они очень трепетно воспринимают, когда мы вспоминаем историю из детства. Они не знают, что это так надолго вошло в нас и отзываются до сих пор таким добром и теплом в нас. Я сегодня была у своих родителей и рассказала им фактически тост. Мы не выпивали, но это был фактически тост за чаем. Папе 94, маме 91, а мы только что общались с детьми, с внуками. И они собирались ехать на лыжах. И мой зять говорит моей дочери, ну как можно ехать на беговых лыжах, когда так хорошо на горных? Она говорит, ну что ты, беговые лыжи, это же такая красота. Он говорит, ничего не знаю. Меня поставили, сказали вот отсюда и до туда, давай иди, и я шел, и ведь змок, и было так неудобно, и непонятно, как представлять эти, что-то все прилипало. Я вообще не понимаю, что хорошие в беговых лыжах. И тогда Катя моя так загадочно улыбнулась и говорит, знаешь, у меня совсем другие усвемнания. Бабушка, дедушка, зеленый город, термос с чаем, мандаринки, шоколадки. А когда съедались мандаринки и шоколадки, дед Витя, мой папа, складывал палки таким хитрым образом и вез нас по очереди. И это было такое счастье, этот выходной день на этих лыжах. Я сегодня приехала к родителям. Я им рассказала эту историю. И надо было видеть их глаза. Надо же, они помнят, она прямо так вот и сказали, поэтому почаще. Родителям надо рассказывать про свое детство и как моменты, когда они так вот как-то необыкновенно заботились о нас. Хотя считаю для себя это делом привычным. Так же и друзьям, так же и любимым. У меня была история, когда я уговаривала большого начальника сказать тост жене. Он гордился тем, что он не говорит тост. Он сделал из этого фишку. Это я зашла шашлык-машлык, позвать людей, накрыть стол, заработать деньги, пожалуйста. Слова не буду говорить никогда. Я думаю, когда-то этот человек неудачно пытался сказать тост, его не слушали, и это всегда тяжело как-то осталось. Он такой лидер, он привык к успеху. Я говорю, а повод-то какой у вас жене слова о день рождения или что? Он говорит, да нет, 30 лет свадьбы. Я говорю, что все 30 лет? Нет, никогда, никогда. Я говорю, давайте останемся после занятий. Ну, меня как-то уважают. Остался после занятий. Дяденька взрослый, как вы понимаете, 30 лет свадьбы. Я говорю, расскажите, как вы познакомились? Он говорит, ой, Нина Витальевна, это вообще-то история, конечно, фантастическая совершенно, потому что, представляете, бывает такое, как в кино. Говорит, первый курс, полистический институт, и какая-то девчонка бежит по лестнице сверху, платье в горошек. И она говорит, бежит, а я думаю, моя жена бежит. Я говорю, так как ты подумала, она убежала. И только потом я знала, что 5000 человек, я не знаю ничего, кроме платья в горошек. Никакой курс, ничего, может вообще она к подружке пришла. Я ходила как больной, надо мной все смеялись. Найти эту девушку невозможно. А как я теперь? Буду всю жизнь неженатой. И, представляете, говорит, в очереди за стипендией увидел, говорит, очертания похожие. Конечно, она была уже не в платье, там, чем-то в другом. Я, говорит, подошел и нагло взял за руку. Мне боялось, он куда-нибудь денется. А у него молодой человек был. Он полез мне морду бить, ну, все как полагается. Но я, говорит, настолько в этот момент весь трясся от испугушки, она куда-нибудь денется, что как-то вот, и вот мы уже 30 лет вместе. Я выслушала и говорю, и вы ни разу не рассказывали ей эту историю. Да она знает. Я говорю, нет, подождите, публично. Вот когда за столом друзья, когда 30 лет свадьбы, вы ни разу не рассказывали. Он говорит, ну, в общем, знаю, а что. Я говорю, у вас сегодня вечером, то есть завтра будет такой секс, такого не было никогда в жизни. Просто сделайте это. Надо ли вам говорить, вот через два дня, то есть как раз прошел день свадьбы. Дяденьку на занятиях я не увидела. Но подъезжая к этому учебному корпусу, я увидела женщину. Она собрала со всех столов, видимо, все, что ей подарили, огромный букет колючих роз, который она на меня набросилась, и сказала, что она абсолютно счастлива, что наконец-то, что она мечтала об этом. Но она не могла преодолеть этот его испуг перед публичным говорением слов. Слова благодарности, истории, которые нас объединяют, это первое. Второе. Хорошо бы, конечно, за новогодним столом не просто сказать слова, подарить подарок. Новый год еще, это обязательно подарки. Поэтому, когда подарок связан с чем-то, с каким-то увлечением, с чем-то, что вот именно в вас отзывается, да, у этого человека, то это тоже будет принято всегда очень хорошо. Ну, и вот, я люблю стихи, это уже многие знают, я очень не люблю стихи, которые люди находят в интернете и посылают друг к другу. Это, для меня кажется, такой, вирус, что ли, да, потому что, ну, если просто первый попавшийся, вот такой вот, надо отличать стихи от стихоплетства. Не все сказанное в рифму называть можно стихами. У нас очень красивый русский язык. В русском языке, по некоторым оценкам, там, я не знаю, даже не сто, не двести тысяч слов, а больше. Если брать старославянский язык и брать все слова, которые заимствованы из других языков. У нас очень богатый язык, поэтому такие красивые стихи. Потому что, что делает поэт? Извините, он из одного вот слова, да, как там, тысяча тонн словесной руды перебирает, он ищет слова, подбирает их в определенный ритм и рифму, и получается чудо. Музыка и слов. И я советую, если вы, да, спасибо, Ромик, если вы хотите удивить и порадовать близких, обратитесь к первоисточникам. Ну, откройте и Блока, и Брюсова, и Фета, и Беллахмадулина, Цветаеву. Вот, не знаю, знаете вы это или нет, недавно обнаружила. Я знаю, Бог живет не в церкви. Он тихо селится в душе и бережет на вираже за миг единственной до смерти, когда не верится уже. Я знаю, Бог живет в друзьях, с которыми роднятся души. Для них он звезды утром тушит, чтобы был рассвет, а к ночи ужин вновь у камина при свечах. Я знаю, Бог живет в любви к одной, единственной на свете, к родителям и просто к детям, твои они или не твои. Я знаю, Бог живет в любви. Вот, только недолго. Вот лучше два четверостиши. Но это вот под новогоднюю ночь, мне кажется, пронзает. Очень люблю Левитанского. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу, служителю, пророку. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэля, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Это тоже отличный тост. Если вы скажете, вот, сколько у тебя было выборов в этом году, и каждый выбор был трудный. Понимаете, соедините вот эти стихотворные сроки с человеком. Он знаменитый стихотворный. Все важные фразы должны быть тихие. Все фото с родными всегда они резкие. Знаете, да? Причины для счастья всегда они резкие. Или вот я попросила свою ученицу Нику, Симону, поэтессу, прислать ее любимый новогодний стих. Специально для вас она прислала Былу Ахмадулину. Мы соблюдаем правила зимы, играем мы, не уступая смеху и придавая чертания снегу, приподнимаем белый снег с земли. И будто бы предчувствуя беду, прохожие толпятся у забора, снедает их тяжелая забота. А что с тобой имеем мы в виду? Мы бабу лепим, только и всего. О, это торжество и удивление, когда и высота, и удлинение зависят от движения твоего. И так далее. Вот это очень украшает, особенно, ну и свеча горела на столе, и знаменитая, да, но если вы найдете стихи, которые никто не слышал, которые забыли, не читали, не знаете, вот это вот четверостишее, оно может очень сильно украсить. Если вы умеете сами сочинять, ну все, что хендмейт очень хорошо, только надо, чтобы это звучало хорошо по-русски, чтобы это действительно были стихи, а не там как-то с днем рождения, счастья, радости, веселья, как там, вот это вот не надо ничего. Но есть еще следующий способ сказать тост. Ну, например, опять же, великий русский язык, например, метафора, это очень хороший способ сказать тост. Если вдруг этот стол, за которым вы сидите, вы скажете, что это корабль, дальше придумайте, какой корабль, где он, и кто здесь капитан, и кто здесь матросы, и куда вы плывете все вместе. Это очень красиво. Я и учу этому, и когда сама, я поражаюсь, насколько хорошо и красиво воспринимаются метафоры. Новогодняя сказка, новогодний вечер, ожидание какого-то чуда, и тосты новогодние должны быть красивы. Поэтому стихи, поэтому рассказы какие-то трогательные, такие типа рождественских, даже баек таких, притчи рождественские, с хорошим финалом и метафоры. Все это очень хорошо может работать. Но равно, как и знаменитые грузинские тосты, когда мы очень простые вещи, но говорим долго и красиво. Это неудивительно, это умеет мама. Это очень простые вещи. Кто такая мама? Человек, без которого мы бы не появились на свет. Человек, сразу защищает от всего, даже при мысли о ней, ты уже защищен. Человек, которому от тебя ничего не надо никогда. Просто чтобы был рядом и чтобы у тебя было все хорошо. И чем дольше вы просто простые вещи говорите, тем приятнее это слушать. Но только не затягивайте. Я могу сказать, что любая речь длиннее полутора минут за праздничным столом это плохо. Поэтому порепетируйте диктофон, порепетируйте. Диктофоны в любом телефоне есть. Ведь хороший тост должен быть подготовленный. Все должно быть подготовленное. Главное, загадка и секрет хорошего публичного выступления это всего-навсего подготовились вы или нет, продумали или нет. Ну и надо убирать лишнее. Все-таки сейчас хорошее публичное выступление это одна главная мысль с примерами высказанное несколько раз с разных сторон и с шутками. Тогда будет все хорошо. Пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо вам большое за ваш такой новогодний подарок. У меня вопрос очень актуальный для меня. Скажите, пожалуйста, как произвести хорошее впечатление на будущего работодателя во время собеседования? Спасибо. А вы помните эти пять пунктов, которые было показано? Работодатель тоже любит, когда говорят о нем. Почему вы хотите работать именно в этой компании? И вы должны его удивить как там новое, интересное. Надо очень много знать про эту компанию, потому что не просто ах, я читала, слышала, хочу, а вот прямо конкретно. Вы знаете, я прочитала историю вашей компании, меня поразило то, что вот два года назад, когда, казалось бы, там все показатели были плохие, вдруг в такое короткое время компания стала лидером, и мне даже интересно, вот очень интересно узнать, вне зависимости от того, как будет собеседование закончено, за счет чего? Это за счет, вот что они любят. Люди любят про себя, но только надо готовиться, надо как можно больше узнать про эту компанию и не пытаться показать себя другим. Вот знаете, есть такой принцип не хвастать, но при этом и не скромничать. Вот где-то так баланс. Покажите свои хорошие качества. А если вас зададут вопрос, вы такая хорошая, какое у вас плохое качество, я однажды задала такой вопрос группе своих учеников. Я говорю, ответьте, пожалуйста, так на этот вопрос, какой у вас недостаток. Но надо ответить так, чтобы на самом деле это было достоинство. Справились. Одна девушка сказала, какой у меня недостаток? Ну, они, наверное, есть, но вы их никогда не увидите. Отличный ответ, да? Когда парню задали вопрос, какой у вас недостаток, он сказал, ну, женщину люблю. Работодатель был женщина. Все было прекрасно. То есть это, в общем, надо всегда подумать и сказать. Ну, и надо идти туда, вот на это собеседование, надо идти не так, что вот от этой, от этого работы зависит все. А вот так, что вот работодателю повезет, если он вас возьмет. У нас, к сожалению, есть вообще, вот, я это вижу, особенно в девушках часто, принижение себя как-то, мы себя не ценим. Надо себя ценить и понимать, что вот ему повезет, если я буду здесь. Так реально, так реально думать и так реально действовать. Тогда все будет хорошо. И правильно одеться. Очень важно правильно одеться. У меня дочка, когда стала большим начальником, лидером уже, спросила, нет ли у меня на примете для личных помощников кого-нибудь из моих учеников. И у меня была девушка очень активная, милая и прямо вот хотела быть личным помощником. И я сказала, а дочь работала в банке. И я сказала, да вы есть у меня, вот, назначили временное интервью, она пришла. Катя мне позвонила, сказала, мам, у нас интервью было недолгое, потому что человек все-таки должен понимать, куда он идет на работу. Там были дырявые джинсы, какой-то черти какой свитер и, значит, накануне покрашенные красные волосы. Но такого человека в банк не возьмут. Это надо понимать. Поэтому дресс-код тоже вещь очень важная. Надо выглядеть хорошо. Одеться, нос вверх, то есть любить и ценить себя, да, и как можно больше знать про компанию, в которой вы идете работать. Вот мои советы. Нина Витальевна, а вы любите путешествовать? А вы знаете людей, которые не любят путешествовать? Ну, есть, наверное, таких. Меня просто интересует, если вы во время путешествия захотите что-то узнать. И вот какой экскурсовод вас заинтересует? Первые 8 секунд, как он должен себя повести? Спасибо. Очень хороший, кстати, вопрос, потому что я давно отказалась от экскурсоводов. Мне всегда нравится самой ходить и спрашивать местных жителей, благо немножко я там на английском что-то говорю, а если рядом со мной дети, внуки, они это хорошо умеют делать. Я расскажу историю про экскурсоводов. Десять лет подряд в селе Большой Болдин я проводила фестиваль «Живое слово», фестиваль нашего великого русского языка. В честь Пушкина мы это делали. Я думаю, что он мне за это точно благодарен, а уж я ему как благодарна за такую возможность. Приезжали необыкновенные люди, Михаил Михайлович Казаков, и Улицкая, и всех нас, и Познер Владимир Владимирович, и Саша Архангельский, и Светлана Сорокина, которая председатель жюри у нас всегда была. Лучшие журналисты, лучшие писатели, поэты. Захар Прилепин. Самых разных, как вы видите, политических взглядах, потому что была площадка не для политики, была площадка во имя русского языка. А там музей Пушкина. И, конечно, все, кто приезжали в Болдин и в Перу, и тем более, все хотели пойти в музей Пушкина. Ну и я пошла вместе с членами жюри в музей Пушкина. Уже на той самой восьмой секунде я поняла, что надо что-то с этим делать. Потому что членам жюри фестиваля «Живое слово» сообщалось, когда Пушкин был рожден, кто он вообще такой, где мы находимся, музей и усадьбы. Все это было ощущение, что внутри у человека магнитофон, он его включил, и магнитофон, значит, это самый шпарит. Я выскочила оттуда, из этого дома-музея, и побежала искать потрясающую женщину. Я зовут Нина Анатольевна. Она руководила в ту пору департаментом культуры. Я сказала, Нина Анатольевна, там у нас беда. Там членам жюри рассказывают, когда родился Пушкин. Ну, Познеру рассказывают. И Светлане Сорокиной. Надо с этим что-то срочно делать. Она сказала, поняла. Нина Анатольевна, оказывается, она была когда-то гидом в этом музее. Все это она знает прекрасно. Что она взяла? Она взяла поднос с чарочкой, с самогончиком, с огурчиками. И только уже вот с этим правильным набором она ворвалась в этот музей. Чуть-чуть, очень нежно, кстати, очень элегантно. Отодвинула эту девушку, которая там тарабанила что-то дальше по-писанному. И сказала, посмотрите в окно. Мы все сразу, как за ворожную, смотрели в окно. Представляете, вот здесь вот он писал каждый день по произведению, а там ходили барышни. Барышни болдинские. Две из них ходили беременные. А у него там невеста была. Людям же интересно про это. И все мои познеры и Сорокины сразу ушки навострили. Потому что безумно же интересно. И она начала рассказывать про быт, про то, как любили крестьяне Пушкиных, какими они были добрыми, вот теми самыми помещиками. И вот эти все сведения, живые, человеческие, которые без магнитофона, ну как и во всем. Ведь в чем удача любого оратора, когда он чувствует аудиторию? Не может быть одна и та же экскурсия для таких разных людей. Не может быть одна и та же экскурсия для взрослых и для детей. Тогда уже должна быть гениальная детская экскурсия, и взрослые будут радоваться вместе с детьми. Но надо чувствовать аудиторию. Когда я была в Израиле давно, ну, с подругой мы поехали на Мертвое море, нам казалось, что там что-то сильно поможет. И, ну, надо же ехать в стене плача. И я так боялась экскурсий, потому что это ничего еще никто не запоминает. Как-то мы плыли по Волге на корабле, и там самое ужасное, когда репродуктор нельзя отключить. Мы проплываем на левом берегу. Значит, церковь была построена в 1718-м, а в 1719-м ее перестроили, а в 1525-м ее назвали так-то, а еще, значит, там было это. Это вообще никто, человек, не может запомнить. Я же говорю, главное не сказать, главное, чтобы вы запомнили. И в это время баянист, дядя Ваня, под этот вот, под все этот ужас он играть не мог. Поэтому он, значит, заслушал и говорил, нет, направо не смотрите, посмотрите налево. Там самый высокий дуб. Вот прямо сейчас приплываем. Я таких никогда не... Мы все как сумасшедшие глядели на этот дуб, а он рассказал, что одна же была стоянка, он подошел, что это 10 человек обхватить не могут. Нам стало завидно, нам захотелось к этому дубу. И вот все, что он говорил, я помню. Вот это была экскурсия. Понимаете? А то, что нам из репродуктора вещали, это невозможно запомнить, потому что там столько штампов, столько всяких лишних слов. Ты каждый раз чувствуешь человека и самыми простыми словами рассказывать самые интересные вещи. Надо ставить себя на его место, и тогда лишних слов уже вы не будете говорить. Хотя эта задача сложная. Все повторяется, повторяется. Экскурсия – это дело очень сложное. А в Израиле тоже мы нашли там какого-то дяденьку, и он нам... Потом, конечно, все это оказалось... Было очень интересно. Все оказалось неправдой. Я когда начала где-то рассказывать, я говорю, ты с ума сошла. Поэтому я решила не рассказывать, как он там... В общем, как там Эйнштейн стоял, и он и что... В общем, там много всего было. На этой горе Эйнштейн стоял, здесь он Березовского кормил, там у него наборчик был очень интересный, но был очень весел. Пожалуйста. Здравствуйте, Нина Витальевна. Меня зовут Надежда, моя фамилия Мудрецова. Десять лет назад я училась в вашей школе, на улице Студеной. Это был мой первый опыт, и в городе Нижний Новгород первое место, где я училась. Еще тогда хотела задать вам, знаете, какой вопрос. Какие два события в вашей карьере, во всей телевизионной карьере, сыграли самую значимую роль? Одно минусовое, я не знаю, что-то минусовое, типа каких-то предательств, что-то еще, что сыграло какую-то очень важную роль в вашем развитии, в карьере, и прочем. И какое, наоборот, положительное событие что-то тоже перевернуло? Спасибо за вопрос. Про положительное событие. Вы знаете, все-таки удача и везение в жизни должны быть, конечно. Потому что как бы мы ни старались, ни прикладывали усилия, еще должно быть вот это вот. Как говорит Элла Фиджеральд, верьте в удачу, и она поверит в вас. Вот я верила в удачу. Удача пришла ко мне в виде телевизионного фестиваля, который назывался «Молодой современник строитель коммунизма», не поверите. И это был 1978 год. И от того у меня была возможность только участвовать вне конкурса. Потому что у нас была очень сильная команда, молодежная редакция, и была передача, подготовленная другая в конкурс. Я была вне конкурса. Но это дальше моя передача, которая была вне конкурса, была передвинута в конкурс. Вот приехавшими московскими людьми под руководством Эдуарда Михайловича Сагалаева, за что я ему всю жизнь признательна. И дальше вот она победила, но не первое, но второе место заняла, и меня пригласили на центральное телевидение. Вот это мне было только 26 лет. Вот это было событие, которое перевинуло жизнь, и я вдруг поняла, что я все делаю неправильно, что там все люди умеют делать гораздо лучше, что есть местное телевидение, но есть федеральное телевидение, и там, и там есть свои ценности. На местном телевидении мы ближе к людям, мы хорошо знаем, как живет народ, и мы сами отсюда же. А на центральном телевидении есть потрясающие технологии, умение работать со словом, и конкуренция, и это тоже все очень важно. Это было очень вот удачно. А с неудачей, не знаю, был момент, когда я уже очень хотела быть собственным корреспондентом федерального канала. И завидовала Александру Марковичу Цирюльникову, который работал на Первом канале. Но кроме Первого канала никого другого не было, центрального. Александр Маркович хорошо работал. Еще бы долго работал. И я понимала, что вот это некий такой тупик для меня. То есть я уже была готова. Но я отказывалась от работы в Москве, я уже осталась здесь принципиально. И тогда было так или иначе появилось это самое свободное российское телевидение. Представляете? Ну вот верьте в удачу, она поверит в вас. И я стала не просто субкором, я стала субкором лучшего в мире телевидения. И в программе Вести выходило иногда по 7 моих сюжетов. Они уже были очень короткие, было 25-30 секунд сюжет. Тоже была, кстати, школа журналистская фантастическая. 25-30 секунд у тебя есть, чтобы рассказать о чем-то важном. И полная свобода. То есть мне даже страшно делалось, что все, что я сниму и покажу, покажут на всю страну. Без всяких цензур и проверок. Это, конечно, счастье невероятное. Вот я знаю, что мне надо показать этого человека, я могу его показать. Если я говорю там уже Лысенко или Попцову, что этот сюжет должен пойти первым, и это, конечно, было полное счастье. Тогда действительно журналистика была той самой журналистикой, которую я люблю. Пожалуйста, еще вопросы. Почему нет? Есть один вопрос. Сейчас, секунду. Не торопитесь. А у нас есть еще 10 минут. У нас все под контролем. Нина Витальевна, добрый вечер. Меня зовут Евгений. Расскажите про ваше самое ужасное выступление и какие уроки вы от этого извлекли для себя, чтобы не повторилось это в будущем. Спасибо. Классный вопрос. Спасибо. Ну, вот в книге прямой эфир это описано и на сайте мне это выложено, но я расскажу с удовольствием эту историю, тем более существует рядом со мной сегодня Ранна Александровна, которая помнит в красках. Меня чуть не выгнали с телевидения, как только вот туда взяли и правильно сделали вообще на самом деле. А дело было так. Тогда были конкурсы рабочих профессий. Сейчас тоже, кстати, есть и на очень высоком уровне конкурсы рабочих профессий и очень интересно проходят. Мне это очень нравится. Лучше всего это работает на престиж профессии. И в этом конкурсе рабочих профессий были разные специальности. Была специальность воспитателя детского садика. У меня уже был маленький ребенок, первый. И очень быстро появился второй, разница меньше двух лет. То есть я прямо вот уже мама была опытная. А тут воспитатель детского садика Катя. Детский садик на автозаводе. Никогда не найду где. Но мы туда поехали с оператором. А тогда же не было видеокамер-то, понимаете, только кино. А кино давали две минуты на 30-минутную программу. И еще надо так проследить, чтобы пленку не погубили в проявке. Я всегда, когда снимали, это кино с оператором. Надо было сначала проследить, что оператор трезвый приехал на съемки. Затем, чтобы ему понравилось то, что он хочет. То, что я говорю, снимать, чтобы снял то, что я хочу. В общем, это все довольно сложно. Это очень коллективная работа. Потом, чтобы проявили. И дальше уже надо было придумывать, каким образом сделать программу интересной. Потому что был даже у нас такой способ. Фотографии снимали и на магнитофон записывали голоса героев. Ну, чтобы было интересно. Потому что пленка была ограничена. И в этом детском садике я там с детишками познакомилась. Они все очень любили свою Катю. Катя с ними прекрасно играла. И я сняла прямо такое настоящее кино. Она до сих пор есть. Я, по-моему, даже показывала на своем юбилее. Показывала это маленькое киношко. Она до сих пор осталась. Мне там 19 лет или 20. До сих пор. И все было прекрасно. Все как полагается. Я про свою героиню узнала все. Я ее полюбила. Она моя ровесница. И я посмотрела, как она работает. Я сделала кино, как дети ее любят. А теперь следующий этап. Она пройдет ко мне в студию. И мы с ней поговорим о профессии воспитателя. А дальше я начала делать одну ошибку с другой. Но не было никого умного. Ну, мы должны делать ошибки. Кстати, вы знаете, сейчас история ошибок, провалов и неуспехов гораздо более популярна, чем история успехов. Я вам очень благодарна за ваш вопрос. Только что я была на бизнес-форуме «Атланты», где я выступала. И там в фойе вот примерно столько же было поставлено кресел, под 150-200 человек. Были такие, как называется, факап истории. То есть истории вот неуспехов. Из всех других залов туда перетекал народ. То есть там прямо сидели друг у друга на головах. Настолько всем интересно было. Но самые интересные спикеры, они запрыгивали на сцену. Нет, да я сейчас расскажу. А я-то как там вообще? Ужас, что натворил там? Облажался. То есть это очень популярно, потому что, оказывается, можно учиться не только на своих ошибках, но и на чужих. И вообще это как-то прикольно, когда человек рассказывает о себе всякие такие неудачи, успешный человек. Как-то это очень людей мотивирует. Короче говоря, дальше я сделала ошибку номер один. Но у меня особо не в чем было ходить в эфир. Она сам подтвердит. Эти две кофточки, которые у меня были, они были все время в эфире. Хотелось бы чего-нибудь другого. Но иногда мы снимали с людей вокруг кофточку, потому что там что сзади, снизу не видно. Мы же сидим за столом. Я на этот раз решила быть нарядной ради своей Кати. И я взяла у мамы брючный костюм. Мама моя подевалась хорошо. И у нее был брючный костюм, купленный в Одессе на рынке, с таким леопардом. Но мама была чуть другого размера. В общем, я там все кругом закрепила, была в комиссаре. Лето тоже не видно, на телевидении же многих вещей не видно. Талию как делают? Сзади закрепляют по лавкам, потом раскрепляют после эфира. И все закрепила. Красивый брючный костюм. В чем пришла Катя? Катя пришла в своем, наверное, единственном платьице, в таком черненьком. А здесь у нее была самодельная из ленты капроновой, сделанная такой вот, как называется, когда сжата, жабу. Вот, черненькая, скромная платьица, здесь жабу капроновая. А я вся в леопардах. Значит, и дальше я сделала прическу и макияж. Она, у нее хвостик был завязан. Я такая важная, сижу. Она и так-то подошла. Под эти фонари, вы знаете, что такое телевидение людей, которые входят с улицы? Это же такой огромный сарай, наполненный светом, где никого ничего не видно, и где тебя будут показывать всему миру, как голова. Это же очень страшно. Я потом это уже все понимала, я гостей встречала, я всем рассказывала, как это вообще старалась сделать так, чтобы они не видели никаких фонарей, ничего, только меня видели. Всех встречала, провожала. Это очень важная наука, чтобы человек не зажался, не испугался. Тут я этого ничего не знала, я сидела и занималась своей красотой. А Катя тихо вошла в студию, зашла ко мне, села и, конечно, ну, как-то очень сжалась. Почувствовала себя очень неуютно. Я там-то у нее в детском саду была, точно такая, как она, собственно, я и была, как она. А тут вот я была такая важная дама в леопардах. Хотя у нас у обеих были пальто из детского мира купленное. Ну, короче говоря, даже одинаково помню. Короче говоря, дальше началось интервью. Я спросила, как она выбрала профессию воспитателя. Как-то раз я читала книгу и вам советую Ларри Кинга, их прекрасная книга, у нее две книги прекрасные, как говорить с кем угодно, о чем угодно и что я здесь делаю. И вот там был вопрос, какое самое неудачное интервью у нее было в жизни. Вот это было похоже на мое интервью с Катей. У него был, по-моему, какой-то, могу путать, ребята, но могу и не путать, нобелевский лауреат, который вовсе не хотел выступать и не очень любил говорить. И на все вопросы Ларри Кинга он отвечал, да, нет. И за эти полтора часа ему пришлось задать, ну, представьте, если человек отвечает, да или нет, тысяча вопросов, да, ну, любые вопросы, да или нет. Отвечается страшно коротко. Я здесь был тоже сам. Катя, а вот как вы выбрали профессию воспитателя? Да как-то вот так. Замолчала. А вот, ну, а вам нравится? Ну, да. А вот детей своих, я видела, как вы с ними играете, вот откуда берете эти игры? Ну, нас учат. И как-то я так еще помучилась, потыкалась, как-то вот так, вот так, вот так. Понимаю, что никак, а рассказывать-то я умею, а людей-то я люблю. И тогда я сделала очень непростительную ошибку, но мне-то казалось, что я спасаю программу и что вообще я молодец, крутая. Я развернулась на камеру и говорю, Катя, либо учитель, то она знает, как это делается точно. Вот такая была моя большая, очень запомнившаяся мне неудача. Да их много было. Много было. Как иначе? Извлекала уроки, шла дальше. Да. Здравствуйте. Я здесь. Здравствуйте. Георгий. Да, Георгий Перельман. Когда я был маленьким, мне папа показывал в телевизор и говорил, вот эта вот женщина, вот Нина Витальевна, вот я знаю, Михаил Перельман. Да. Так вот, у меня вопрос касательно представления. Вот я сейчас представлялся, и это заняло какое-то время. А очень часто во время выступлений тебя представляет уже кто-то. И там, конечно, бывают два варианта. Либо представляют хорошо, и после этого уже не надо при себе ничего говорить, либо представляют, ну, там, сейчас выступят, и, в общем. И вот надо ли после этого все-таки, ну, то есть, вот и в одном, и во втором случае надо ли все-таки себя представлять опять, или все-таки это можно пропускать? Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Я никогда не даю себя представлять, потому что это жуткая история. Всем неловко. И там два варианта. Это удивительная женщина уникальной судьбы, это уникальная женщина уникальной судьбы. Это, понимаете, одно от другого не отличается никак. Как это они находят, такие слова я не знаю. Что мне при этом делать, как вообще? Прятаться вообще? Ну, это совершенно непонятно. И если некуда деться, и, например, модератор вынужден всех представлять, то все надо проверить, что хотят про вас сказать. И гораздо лучше, там, если скажут, 20 тысяч учеников, центр практики, два ТЭФИ, не на звере встречайте. По крайней мере, это фактура, да? Когда факты. Ну, а если все-таки вы возьмете на себя смелость и скажете, не надо меня представлять, представляться надо всегда. Надо говорить, как вас зовут, причем не только в начале, но и в финале, чтобы легче было задавать вопросы. Вы говорите, напомню я Григорию Пирельман, прошу ваши вопросы сразу, Григорий, скажите, или Георгий, 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 скажите, да? А если мы не знаем, как вас зовут, нам придется долго искать, там спрашивать рядом сидящих. Поэтому мы вообще, кстати, редко говорим свое имя, это большая ошибка. А дальше как? Вот должна быть визитка такая на все времена в разных форматах. Ну, если, например, у меня нет возможности показывать фотографии, сегодня вообще я вам показала всю свою историю, да? Понятно, что я делаю первый раз и, наверное, последний. Но если надо просто сказать одной фразой, то я говорю, например, Нина Зверева. Что мне сказать про себя одной фразой? 66 лет, из которых 58 лет я либо выступаю сама, либо учу выступать других, либо делаю то и другое одновременно. Это правда, это не хростоство, но это вызывает доверие. И уже понятно, кто пришел, да? И о чем будет разговор. И, в принципе, в зависимости от аудитории надо таких вот маленьких визиток для себя поделать. Это довольно сложно. Себя характеризовать сложно. Все время хочется что-то лишнее добавить как-то там. Ну, у вас же много рядом умных людей, включая папу. Можно посоветоваться. Но такие визитки надо обязательно сделать. Самые лучшие это факты. 20 тысяч учеников в телевидении, наверное, порядка 40 тысяч учеников в бизнесе. И среди них многие люди, которых вы знаете. Нина Зверева. Ну, вот это приятно. Пожалуйста. Нина Витальевна, во-первых, разрешите поздравить вас с наступающим Новым Годом. И, кстати, все в зале. Спасибо. А во-вторых, спасибо большое. А во-вторых, у меня такой вопрос. Вам часто приходится выступать, и, как известно, люди все-таки забирают, отнимают энергию аудитории. И у меня такой вопрос. Какие ваши способы, какие ваши способы восстановиться, вот это восстановить, этот энергетический баланс? Или где вы это делаете, или вот какие-то способы. такие, спасибо. Спасибо большое. Прямой эфир тоже забирал энергию, невероятно. И удивительно, я так люблю свою семью, я помню, как трудно было идти домой после прямого эфира, потому что надо было восстановиться, хоть чуть-чуть, чтобы прийти домой и заниматься уже детскими делами, и нормально разговаривать с мужем после того, как выгорело внутри, надо было как-то восстановиться. Иногда у меня муж, конечно, очень терпеливый, потому что иногда я выходила с телевидения, думала, в какой-то рома садиться. Один вез меня к маме направо, а другой домой налево. И иногда ехал к маме, потому что там был ужин, и я могла, там чуть-чуть меня покормили, а там не надо кормить. Муж это понимал, но я не слишком часто это делала. После лекций, после тренингов, безусловно, очень тяжело. И я очень ценю простые человеческие вещи и людей, которые рядом. Например, очень важен для меня человек, который сейчас показывал слайды. Причем я могу им честно сказать, что я все не по тому сценарию, который я ему написала. Это не потому, что, Миша, я хочу проверить хорошие люди, память и реакция. Прости меня, может, устала. Но ни разу не было, чтобы был показан не тот слайд, о котором я говорю. Это у меня ассистент, и он знает, как я там полседьмого могу встать и пойти. и знает, музыку надо включить или можно разговаривать или как. И у меня потрясающие водители всю жизнь. Я обожаю водителей. Это такие психотерапевты. У меня есть в Москве Вадик Кузнецов. И вот ему достаточно поглядеть, когда я выхожу после лекции, как все прошло и как. И вот как-то удивительно он умеет. Он и рюмочку может налить, кстати, у него в машине есть. И рюмочку может налить, а может словом сказать, а может правильный релакс мне включить или наоборот новости мне включить. Он это все чувствует. То есть, конечно, мы и отдаем людям, но мы и восстанавливаемся от людей. Вот человек, который знает, какая я прихожу и умеет всегда быть рядом. так что лучше не придумаешь мой муж. Тем более, что мы же оба учителя и педагоги. Нам мы легко понимаем в этом смысле друг друга, когда он приходит после лекции уставший или когда я. Ну, а как иначе? Если ты не отдаешь, то люди ничего и не получают. Мое дело дать, ваше дело взять. А если ты отдаешь, ты, конечно, потом должен каким-то образом устанавливаться. А вообще, иногда я не люблю людей. То есть отдых для меня это когда нет никого. Потому что людей много каждый день и это нормально. Я люблю просто белый пляж и просто теплое море и чтобы никого, и чтобы никто со мной, не дай бог, не разговаривал. То есть это нормально. Все, заканчиваем, Лиза Игоревна. Еще вопрос есть. Я слежу за временем. У нас осталось один вопрос, две минуты. Нина Витальевна, добрый вечер. Меня зовут Сергей. Спасибо. И спасибо проекту Академию за этот прекрасный вечер. У меня два простых вопроса. Первый это назовите, пожалуйста, трех сильнейших спикеров по вашему мнению, современников. И второй, во что вы верите. Все, спасибо. Да, не слабый вопрос. Обратите внимание на Кена Робинсона. Вот есть такой дяденька. Кен Робинсон. И книга у него есть прекрасное призвание на русский переведенное. На английском больше книг. Я, к сожалению, не могу читать книги на английском. И достаточно знаю язык. Но есть ТЭД. Найдите ТЭД. Лучший ТЭД. Кен Робинсон. Вот, на мой взгляд, это сейчас самый современный, самый лучший спикер. Не случайно там 20 миллионов просмотров или даже больше. А говорит человек очень о скучном. Он говорит об образовании. Он говорит об образовании. Ну, кто хочет слушать про образование? Ну, кому это нафиг интересно? Он говорит про образование так, что люди не могут оторваться. И он доказывает через разные пути. Вот он выступает как раз так, как я люблю, коротко, весело и понятно, доказывает, что вся современная школа и все современные университеты построены неправильно. Мы затачиваем только интеллектуальные способности. и тот, кто знает физику, математику, всегда впереди тех, кто умеет танцевать и рисовать. Это неправильно. Но я там сейчас говорю скучно. А Кен Робинсон говорит так, что если выключить звук, можно подумать, что уступает лучший на свете сатирик. Потому что все хохочут все время. Я так не умею. А вот он умеет. Знаете, как он начинает вот одно из своих лекций? Он выходит, он инвалид. Выходит медленно и говорит, здравствуйте, понравилась конференция? Он выступал там последним. Все говорят, да, понравилось. Он говорит, мне тоже. Так что я, пожалуй, пойду. И вот с этого начинать. И так все время. Или, например, шутка, с которой он начинает. Почему дети? Дети талантливы во всем. Его идеи. Дети талантливы во всем. Во всем. А мы, взрослые, их отучаем от одних способностей и навязываем другие. И вот он приводит пример. Маленькая девочка, шестилетняя, сидит на уроке рисования и что-то тщательно и с увлечением рисует. А до этого она никакого интереса к рисованию не проявляла. Учительница подходит и спрашивает, что ты рисуешь? Она говорит, я рисую Бога. Учительница говорит, но ведь никто не знает, как выглядит Бог. Сейчас увидите. Это дети, да? И вот из таких вот вещей состоит вся его речь. Так что он у меня так на первом месте. Я обожаю Стива Джобса. И, конечно, его лекции перед Стэнфордскими студентами. Для меня это поворот вот в ту сторону, в которую я всегда мечтала, чтобы люди так говорили. Так просто, так искренне, так доступно и так структурировано. Ведь у него, это великая его речь перед студентами Стэнфордского университета, это три истории, три, ребята. Не четыре, не пять, не шесть, а три истории. Очень люблю. Но из наших мне нравится Тинькофф, он интересный, мне нравится Галицкий, мне нравится Греф, если говорить про бизнес. Из публичных политиков лучше всех говорил Борис Немцов. И всегда, никогда я заранее не знала, как это будет, потому что я пыталась им помогать. Иногда даже готовить его выступления какие-то. Но он всегда все прокидывал, делал это по-другому. Но однажды все-таки был случай, когда я ему сильно помогла. Но не по содержательной части, а именно вот по умению чувствовать аудиторию. Была официальная поездка нижегородской делегации в Германию. И нас принимали на очень высоком уровне. Земля, Северная Рея, Вестфалия. Я тогда была депутатом. И тоже там была как такой официальный человек в делегации. Делегация была большая, и договор был хороший, большой, прорывной, я бы сказала. Наверное, в начале 90-х годов. Первая поездка такая большая, зарубежная. И очень большой был интерес к Борису Ефимовичу Немцову, как к реформатору, как к молодому губернатору. И нас пригласили в большой университет. И когда мы зашли в зал, там было, ну, честно, без привлечения, ну, тысячи три, наверное, студентов. То, что называется, когда на подоконниках стоят, на люстрах висят. А это же студенты в Германии, что вот, Голландии, Германии, со всего мира. Ну, они там со всякими своими сухарями, чипсами, пивом, нам это тоже все было. Ну, не пивом, конечно, там, как бы диет, кола там. Нам это тоже все было непривычно. Сидят, стоят там, лежат. Ну, огромная толпа студентов. Борис, когда вошел, он по-настоящему испугался. Вот то самое волнение. И в это время к нему подошел представитель, который отвечал за нашу делегацию с немецкой стороны, и сказал, Борис Ефимович, вы должны говорить на немецком. Он говорит, я не умею. Он говорит, ладно, не умеете на немецком, но только не на английском. Говорить тогда на русском. А вас будут переводить. У нас есть переводчик. Ну, вы же губернатор, вы должны, значит, соответствовать. Если вы знаете язык родной, то было бы гениально. Если нет, то значит на русском вас будут переводить. Ну, и Боря взлетел на сцену и сразу с какой-то шутки зал не реагирует. Дяденька-переводчик переводит. Зал скучный. Через какое-то время, я сейчас в первом ряду, я вижу, как народ начинает терять всякий интерес. А студенты, студенты, кто-то выходит, кто-то друг с другом начинает разговаривать. Идет какая-то десятая минута. Боря весьма мокрый. Просто вот стоит на сцене. Очень плохой переводчик. Ни одну шутку не перевел так, чтобы народ засмеялся. На редкость плохой переводчик. Переводил просто вот так, как таково-то. И тогда я ему с первого ряда говорю. Говори по-английски. Английский он учил сам. Он очень-то способный же был парень, очень талантливый. Он кивнул. Дяденька немецкий услышал. Сказал, нет, нельзя. Можно, сказал Горя. И все. И он начал говорить на английском. И надо было видеть, как жила аудитория, как начался хохот, какое это было выступление про наш Нижний Новгород, про эти реформы, про то, как все это сложно, как это радостно, про то, что все получится. Тогда казалось, что это все очень будет быстро, но оказалось, что все это будет очень долго. И на этой славной ноте задали еще один вопрос. Спасибо, друзья.